Всем привет! Вы на канале Политический новостник. Приятного просмотра. Турция собьет истребители Греции и разорвет ее в клочья. Крайне оскорбительные и угрожающие заявления были сделаны Месутом Хакаджашином, советником президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана по вопросам внешней политики. Во время своего выступления на турецком телеканале он оскорбил не только Грецию, но и Францию, пригрозив, что Турция потопит авианосец этой западноевропейской страны в Восточном Средиземноморье. Об этом пишет греческое издание Orthodox Times. Греция не нашла природного газа в Восточном Средиземноморье, и хотя у нее нет своего авианосца, она отправляет сюда французский авианосец против Турции. Греция нападает на нас с чужой лошади. Эта лошадь будет застрелена. Это первое. Во-вторых, Турция – это не государство без голоса. Наш дорогой президент заявил, что мы не претендуем на чужие права, но и не позволим ущемлять им наши права. Если есть кто-то, кто нарушит наши права, турецкая нация разорвет его в клочья. Есть очень большая турецкая армия. Кто осмелится поиграть с нами в Эгейском и Средиземном морях? Сказал внешнеполитический советник турецкого лидера, который и ранее отмечался весьма провокационными заявлениями. На этом Джашин не остановился, пригрозив Греции тем, что турецкие ВВС скоро собьют пять или шесть греческих самолетов. Неужели Греция действительно хочет попробовать наш кулак? Греки этого еще не осознают. Достаточно. Наши летчики скоро собьют пять или шесть греческих самолетов, и мы вступим в войну. Ни в коем случае турецкий народ не может находиться под таким давлением. Турция – не та страна, которую вы можете испытывать. Штыки турецких солдат на месте и готовы. Раньше мы даже без пуль добивали врага штыками. Так что вперед! Вещал советник Эрдогана. Как сообщала ЭА, Турция рискует втянуться в военную конфронтацию в Восточном Средиземноморье, потому что ее нынешнее руководство предпочитает силу, но не дипломатию. Об этом в беседе с Ройтерс 3 сентября заявил бывший премьер-министр страны, лидер недавно созданной партии будущего Ахмед Давутаглу. Будучи в годы пребывания в одной с турецким лидером Риджепом Таипом Эрдогане команде сначала советником президента, а затем главой МИД, экс-премьер стал автором внешнеполитической концепции «Ноль проблем с соседями». Между тем, еще задолго до отставки Давутаглу с премьерского поста в 2016 году данная концепция полностью провалилась, к старым проблемам Турции с соседними странами добавились новые. По словам Давутаглу, Анкара искренне недовольна претензиями Афин на десятки тысяч квадратных километров водного пространства в Восточном Средиземноморье, но добавил, что подход Эрдогана сопряжен с высокими рисками. «К сожалению, наше правительство не выполняет надлежащих дипломатических действий», посетовал он в интервью, предупредив, что если и Греция, и Турция предпочтут дальнейшую эскалацию, тогда в любое время любой кризис может вспыхнуть и обостриться. Напомним, Турция и Греция, два члена НАТО, объявили в конце августа о проведении военных учений в восточной части Средиземного моря, в районе между Кипром и Критом. Франция присоединилась к военным учениям с Италией и Грецией и Кипром в Восточном Средиземноморье, которые проходили с 26 по 28 августа. В военном ведомстве крупнейшей страны Западной Европы сообщили, что три французских многоцелевых истребителя «Рафейл» и один фрегат с вертолетом на борту стали частью совместных маневров. Турция ранее вновь продлила геолого-разведочную миссию своего исследовательского судна «Арак Рис» в Восточном Средиземноморье, что привело к росту напряженности в регионе. Работы по разведке газа и нефти будут продолжены до 12 сентября. Защиту «Арак Рис» обеспечивает специальная турецкая флотилия. Решение было принято турецкой стороной после того, как официальные лица Европейского Союза призвали стороны разгорающегося конфликта к диалогу с Анкарей и одновременно потребовали, чтобы она воздерживалась от односторонних шагов в Восточном Средиземноморье. Министерство иностранных дел Греции назвало продление турецкой исследовательской миссии незаконным и призвало соседнюю страну незамедлительно предпринять шаги по деэскалации ситуации и впредь работать над обеспечением стабильности в регионе. Турция претендует на некоторые морские районы в соответствии с соглашением, которое она подписала с правительством национального согласия Ливии в ноябре 2019 года. В прошлом месяце Греция и Египет заключили собственное соглашение о разграничении своих исключительных экономических зон в Восточном Средиземноморье, что привело к росту эскалации в регионе. Греция настаивает на том, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в тех зонах Средиземноморья, где Турция пытается вести пробное бурение в поисках новых месторождений нефти и газа. Анкара, в свою очередь, ссылается на условие соглашения, заключенного с признанным ООН ливийским правительством в Триполи. Турция и Азербайджан в период хаоса создадут совместную медиаплатформу. Турция и Азербайджан достигли договоренности по формированию совместной медиаплатформы. Об этом сообщил 7 сентября глава управления по связям администрации президента Турции Фахритин Алтун по итогам встречи с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым, передает Анадола. Переговоры делегаций двух стран состоялись в узком и расширенном составах во дворце Далмабахче в Стамбуле. Турция и Азербайджан сталкиваются с различными угрозами, направленными против их национальной безопасности, констатировали участники встречи. Представитель администрации турецкого лидера привлек внимание к серьезному кризису миропорядка. В период хаоса и турбулентности, когда международная система близка к раху, а новая система миропорядка не сформирована, вызовы можно победить лишь совместными усилиями стран, в том числе в сфере информационной политики, отметил Алтун. По его словам, Турция готова развивать партнерство с Азербайджаном на основе новых конкретных шагов, предпосылки для которых были сформированы в ходе визитов президента Реджепа Таипа Эрдогана в Баку. Учитывая глобальные процессы и состояние миропорядка, становится ясно, что это не выбор, а насущная необходимость. Противники Турции и Азербайджана объединились в попытке дискредитировать наши страны, ставя под угрозу жизни и имущество наших граждан, распространяя поток дезинформации. «Значит, и нам следует встать плечом к плечу в борьбе с врагами», сказал Алтун, выразив готовность к сотрудничеству с азербайджанской стороной по вопросам борьбы с дезинформацией как внутри стран, так и на международной арене. Представитель администрации Эрдогана сообщил далее о достижении договоренности по созданию турецко-азербайджанской медиаплатформы. Посредством этой платформы будет обеспечена интегрированная работа органов СМИ двух стран, что позволит также сформировать стратегию эффективного и объективного информирования общественности, обезопасить граждан Турции и Азербайджана от воздействия негативной пропаганды, в том числе в социальных сетях, подытожил Алтун. Как сообщала, фильм, посвященный Азербайджану-турецкому братству и армянской провокации на Тавузском направлении газграницы Азербайджана с Арменией, совершенный в июле 2020 года, сняли в Турции. В документальном фильме использованы комментарии помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, а также ряда других официальных лиц и представителей азербайджанской общественности. В нем рассказывается о том, что во время тавузской провокации армянская сторона не добилась поставленных целей, о широкомасштабных проектах, реализуемых Азербайджаном и Турцией, а также истории Азербайджана-турецкого братства. Напомним, 12 июля на границе двух закавказских республик, в районе Тавужской области Армении и Тавузского района Азербайджана, произошел крупный вооруженный инцидент. По версии армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны, азербайджанские военные, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции, после чего противник открыл артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнем азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. Минобороны Азербайджана признала гибель 12 военных со своей стороны. Армения сообщила о пяти погибших военнослужащих. Обе стороны заявили о нанесении противнику серьезного урона в живой силе и технике, уничтожении огневых точек и командных пунктов. Спасибо за просмотр, жду ваших комментариев, ставим лайк и подписываемся на канал.